Всем привет дорогие друзья, с вами снова Крюгэ ТВ. И сегодня мы поговорим о подарочном танке, ну как подарочном, добытом кровью и потом Матильда Марк 2. И вообще разберем, стоит ли как бы ее как-то приобретать через ящики пытаться или уже забить на все это дело и полностью посвятить себя просто игре без напряжения и безо всего остального. Прежде всего, что хотелось бы сказать, этот танк про броню, но проблема в том, что его бронирование здесь ровно настолько же рандомное, настолько и ситуация, в которую я попал в жизнь и опять пропаду на пару дней еще. Так что, в общем и целом говоря, что можно отметить? Этот танк создан для того, чтобы нагибать в топе и сосать бибу в самой жопе списка. В общем, это вот то же самое, что сделали с КВ-220. Те самые танки полярные, короче, биполярные, у которых есть нагиб и у которых его нет, когда они попадают в неблагоприятные для себя условия. Но к этому у Матильды прибавляется еще несколько оморчающих все это дело факторов, из-за чего мне эта машина, ну как, более-менее нравится, учитывая то, что сейчас я играю как бы в аркаде. Ну, я на ней и в РБ играл, но если вы хотите отдельный обзор по РБ и он будет, вы напишите об этом самое главное. Вот, но в аркаде она себя чувствует в разы лучше, чем в РБ, а в РБ от меня, честно, тошнит просто от нее. Ну вот, что касается, давайте быстро пробежимся по скорости, это самое отвратительное, что есть в этой машине. Двигатель мощностью всего лишь в каких-то несчастных 190 лошадиных сил на 28,5 тонн массы. Это, по-моему, самый отвратительный показатель лошадиных сил на тонну, который можно найти. То есть она не едет вообще никак, это реально дот просто передвижной. КВ не едет? Нет, КВ-то еще едет, а вот эта хрень не едет. Она разворачивается, наверное, полминуты. В общем, это отвратительная подвижность, сдобренная еще некоторыми проблемами. Например, такими, как углы наведения орудия в минус 2 градуса. Чтобы вы понимали, вы можете на ровном месте просто взять и не иметь возможности пострелять, по кому-то попасть, потому что вот, блин, такое орудие, и оно, зараза, просто не опускается. Ну, хоть вверх на 20 гнется, и на этом-то все более-менее неплохо. Что касается остальных характеристик орудия, то здесь в целом все очень даже здорово. Называют его F-96, но по сути это клон советского орудия, кое-какого другого, с пробитием 80 мм в упор, 71 мм на 500 метрах. Есть, кстати, нормальные снаряды с МД-8, 98 в упор и 87 на 500 метрах. Пользуйтесь ими, и будет вам счастье. А также достаточно адекватная для советов баллистика. Время перезарядки в 7,5 секунд у меня. Это не самый топовый экипаж, но тем не менее неплохой. Так что здесь придраться вообще будет тяжело. И с орудием связана только проблема в том, что оно не гнется. На самом деле оно убойное. Ну, действительно, орудие такой, знаете, топовой, хорошей 34-очки. Идем далее. Добрались, наконец-то, мы до главной уязвимости и, как бы, главной фишки этого танка бронирование. И здесь все достаточно грустно, я бы сказал. Боевой рейтинг у нас 3,7. И это, чтобы вы понимали, боевой рейтинг того же самого, например, КВ-1 с L11. И бронирование здесь вот где-то лучше, где-то хуже. Например, лоб корпуса 78 миллиметров, там наклончики, короче, 80. Есть места, которые защищены чуть лучше, но в среднем, то есть много таких мест больших, в которых брони 75-80 миллиметров. То есть это не пробивается, разве что БРом 3,7 и ниже, и то не всеми. Но при этом у нас есть огромные дыра под башней. Это погон башни 60-миллиметровый, который хоть и имеет скосы, но там опять-таки миллиметров 70 где-то. Плюс огромная 20-миллиметровая плита с наклоном, в которую танки, которые чуть выше нас закидывают без проблем. Есть также и вертикальные нормальные стоящие части 20-миллиметровые, в которые также можно забубенить и пробить вообще изи. То есть лоб Матильды пробивается без проблем. Что касается бортовой проекции, то все очень хорошо. Танковать бортом здесь сам Бог, наверное, велел. В общем, это экраны 25-миллиметровые, верх корпуса это 70 миллиметров, то есть все довольно неплохо, но все портят скосы, то есть потанковать Ромбиком не получится. У вас как было 80 миллиметров брони, так оно и останется. Касательно башни, здесь все тоже неплохо, там есть дополнительная защищающая маску плита. И в целом ее толщина опять-таки колеблется от 70-80 миллиметров до там большего количества, да. В общем и целом, что можно сказать? Вся лобовая и бортовая проекция защищена где-то в среднем 75-80 миллиметров брони с огромной уязвимой дырищей. Это крыша корпуса и то, что туда может залезеть и подбашенное пространство. Ну и корма корпуса, которая пробивается даже автопушками и пулеметами с 20-ти миллиметровой броней. О чем тут вообще можно вести речь? И по сути эта броня роляет только в исключительно редких боях, когда вы попадаете против ничего не знающего противника. Ну, короче, здесь опять нужен противник полный дебил, чтобы вас не пробить. Ну, это... Этим могут заняться почти кто угодно, начиная от панцеров F1 с краткоствольными окурками, которые вас на кумулятивах будут унижать, и заканчивая панцерами F2. Это вот те самые неблагоприятные условия, которые вас имеют в принципе в силуэт, и вы им ничего сделать не можете. При этом вы еще и не едете, у вас нет углов. Ну, как бы хреновый подарок, я бы сказал. Да даже это не подарок, это то, ради чего вы потели, и что вы получаете в итоге. Ни хрена не едущая корыта, которая понравится далеко не всем. Мне эта машина в аркаде понравилась, в РБ я ее ненавижу, потому что она реально не едет. И как бы единственный плюс в орудии... Да, здорово, я очень люблю комфортное орудие. Эта машина комфортна по орудию, но она же не едет. И та самая броня, которая есть, она вроде неплоха, но вас убить все равно могут, и даже на дальней дистанции шальные снаряды вполне себе залетают в этот огромный, если можно так выразиться, заман для снарядов. В общем, я бы не советовал прям радоваться Матильде и специально на нее задротить. Это, конечно, неплохой танк, это далеко не говнище, учитывая то, что если мы попадаем в топ, то мы бог практически, если противники не знают, куда стрелять. А орудие, так это вообще отдельная сказка, не считая углов наводки. Но, как бы, скорость, это нетерпимый показатель, ну и плюс сама броня, если мы попадаем вниз, то это как бы все. У нас остается только орудие, а извините, реализовать его без скорости достаточно тяжело. Что вы думаете по поводу данного танка, пишите в комментарии. Давайте культурно, пожалуйста. С вами был Крюга ТВ, не забываем поставить палец вверх, подписаться на канал и всем пока-пока.